Доступное жилье, развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции. Реализацию этих и других национальных проектов обсудили на заседании в Доме правительства. В Чувашии за 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 665 тысяч квадратных метров жилья. Почти половина из них построена по программе «Доступное и комфортное жилье гражданам России», благодаря которой свой кровь обрели дети, оставшиеся без попечения родителей. Практически все муниципалитеты выполнили планы. В ходе реализации проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в 2014 году нами заключено уже 13 договоров найма специализированного жилищного фонда с детьми, сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей. За счет средств 2013 года на общую сумму 11 миллионов 737 тысяч рублей в Канаше построено 13 благоустроенных квартир для детей и сирот. В этом году Чувашскую республику включили в число субъектов, на территории которых будет реализована еще одна социальная программа – «Жилье для российской семьи». Более 200 жителей Чувашии уже подали заявки на участие. В рамках программы планируется дополнительно до 1 июля 2017 года построить не менее 210 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса по цене, которая не будет превышать 30 тысяч рублей за один квадратный метр, что, соответственно, позволит улучшить свои жилищные условия порядка 5 тысяч семей республики. Улучшение качества жизни зависит не только от наличия квартиры, но и от продуктов, которые мы потребляем. Государственная программа, направленная на развитие сельского хозяйства, успешно реализуется, резюмировал Сергей Павлов. Зерна в этом году собраны на 40% больше, чем в прошлом. Выросли продажи мяса и молока собственного производства. Однако без ложки дегтя не обошлось. Республика, которую всегда называли картофельной, в этом году сбавила обороты. Снизилась производство картофеля. Причиной является снижение посадочных площадей, на что повлияла недостатка семенового материала весной этого года. Плюс низкие цены, это 2012-2013 годов, перед уборкой. При этом качество картофеля не пострадало, подчеркнул министр сельского хозяйства Чувашии. А трудности, связанные со снижением урожая, носят временный характер. И уже в следующем году Чувашские аграрии постараются наверстать упущенное. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.